Конкурс «Неравнодушный гражданин» четвертый год подряд выявляет самых активных в Уссурийске. Более 20 волонтеров на городском этапе презентовали жюри свои достижения, идеи и планы. Виды деятельности разные, но цель у всех одна – сделать мир лучше. Добровольцы могут рассчитывать на поддержку от спонсоров, меценатов и администрации Приморского края. На самом деле это уникальный проект поощрения всех активных. Одни помогают людям и животным, другие – природе. Есть и универсальные бойцы, как социальный предприниматель Алла Сухая. Участница конкурса со своей командой уже чистила территорию водоемов нашего округа. Впереди новые проекты и акции. Но не проще ли нашим землякам перестать загрязнять излюбленные места? Если честно, моя самая большая мечта, чтобы, приезжая на любое озеро нашего района, всей нашей страны, можно было спокойно выйти из машины и не заморачиваясь, не выбирая место среди мусора и всего остального, просто расположиться на пикник. Я так понимаю, что работы у меня, у тех людей, которые меня поддерживают, очень много. Но вместе мы это можем сделать. А вместе это поможет сделать победитель номинации «Шаг вперед» Надежда Шемчук. Волонтерская книжка девушки полна записей. Теперь Надежда своим примером вдохновляет других. Соратников по добрым делам поддержит, на новые подвиги смотивирует и внушное русло направит. Занимаюсь с 2015 года. Нравится тем, что я на своем примере привлекаю других ребят заниматься этой деятельностью. И вижу, как ребятам нравится, например, подросткам, как у них горятся глаза от этой деятельности. Помогать окружающим можно по-разному. Волонтерских направлений множество. Выбирая, к чему душа лежит. Участники конкурса давно определились, и каждый выступает в своей номинации. Семья и дети, здоровый дух, культура и природа. Лучшие из лучших поедут на краевой этап общественной премии «Неравнодушный гражданин», где будут представлять свои идеи и проекты. Финал пройдет в июне во Владивостоке. Победителю достанется премия в размере 50 тысяч рублей. Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Телемикс.